Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и как вы могли догадаться по названию видеоролика, у нас с вами сегодня будет распаковка альбомчиков 17's Heaven, у меня здесь сет из трех версий. Я заказывала в этот раз у продавца кипов мерч на джуме. Меня так удивила эта коробка, потому что сначала она показалась мне какой-то нестандартной по размеру, но потом я просто заметила, что здесь одна коробка вставлена в другую. Ну, ладно. Так, давайте ее вскрывать. Я решила поэкспериментировать и купила себе вот лампу с закатным светом, но если вдруг в течение видео она мне надоест, то я ее просто уберу. А также заранее прошу прощения за все посторонние звуки, потому что моя крыса решила поужинать. Ну вот этот конструктор, конечно, кипов мерч придумал. Что, коробки не нашлось нормальной? Я уже вижу предзаказки. Ну, давайте я... Ну, я не знаю, давайте прям с них и начнем, потому что в целом что такого? Вау, тут еще. Так, значит, у меня здесь три альбомчика, и я, блин, не помню, как они должны быть по версии. Надеюсь, так. Давайте начнем с магнитов. Ё-майо! Мне попался Сын Кван! Да ё-м! Иди на! Так, ну это просто прекрасно. Я не пользуюсь магнитами, но, по-моему, они пойдут на мой холодильник. Это очень интересно вложений. Они такие прям, ну, качественные, хорошие акриловые магниты. Здорово. Вот такие вот у меня ребята. Такие, наверное, неофициальные карточки от K-pop Merch. У меня здесь Hoshi, Mingyu. Ой, так не видно. Давайте еще раз. Hoshi, Mingyu и Jun. Здорово. Так, здесь у меня Preds от Revers'а. И такой вот открытка-стейдик, который... Пакетик у меня порвался. Но ничего страшного. Вот такая вот открыточка общая. Со всеми ребятками. И, получается, можно... Ой, тут испачкалось. Можно отогнуть. Ладно, не буду отгибать. И получится такой стентик. Можно будет поставить. Так, и посмотрим предзаказки. Чего уж томить. У нас и в самих альбомах еще куча всего. Так что предзаказки сразу. Блин, прикольно. Сзади они матовые. А спереди глянцевые. Так, давайте смотреть по одной. Первый у меня. Да, йо-о-о-о. Интересно, будет ли совпадать с магнитиками. Потому что пока что совпадает. Но, надеюсь, будет разнообразие. Верно. Так, окей. И... Ну, слушайте. Если бы не верно, то получилось бы один в один как магниты. Я у кого-то недавно такое же видела в распаковке. Что положили почти одно и то же. Но это было не Сэммитин, это были TXT. Ладно, неважно. Вот такие вот предзаказки от Viverse у меня были. Я подумаю насчет этих пацанов. Но Сан Кваны я оставлю. Сан Кваны в прошлый раз мне выпал в предзе Viverse. И я его оставила. Потому что прикольно смотрелось на странице. Так. И теперь мы наконец-то можем приступать к самим альбомам. Я надеюсь, я по версиям примерно пойду так, как надо. О, они, кстати, не такие, как были FML. Я просто подумала, если они квадратные, то, может, у них и сама коробка такая же. Но нет, это не гробик. Это коробка, которая сбоку открывается. Вау, вот эта штучка надпись выпуклая. Очень красивый дизайн у данного альбома. Так, это версия P. А может, вот эта была первая версия? А, ладно, давайте начнем с этой. Здесь у нас написаны имена участников с очень прикольными шрифтами, прикольными значками всякими. Тут кредиты, да. Так, сзади вот такой вот задник прикольный. Вот эта штучка такая выпуклая. И вот тут вот звездочки тоже выпуклые. И, получается, открывать, наверное, нужно вот так. Только после съемки распаковки я узнала, что все три обложки данных альбомов обладают дополненной реальностью. Ее можно посмотреть, наведя AR-камеру в приложении Viverse на сам альбом. Ого, прикольно. Здесь какая-то игра. Получается, здесь у нас старт. И вот так вот по песенкам мы следуем, следуем, следуем. И финиш. Здесь имена участников. И тут кредиты и название версии. А, нет, все-таки гробик. Только немножечко в другом формате. Получается, нужно выдвинуть. Ого, это прям очень интересно. Сейчас я попробую спрятать. Да, возможно, я ошибаюсь с версией, но по большому счету мне без разницы. Давайте смотреть сразу фотобук. Он повторяет по картинке саму коробку. И давайте сразу же начнем смотреть. Это у нас еще впереди два фотобука. Да, наверное, это вторая часть. Вот это была первая. Блин, сердечно прошу прощения, потому что в картинках прям не ориентируюсь. Здесь они уже на самом вот этом их фестивале. Начинаем со скупса. Мне нравятся вот эти квадратные фотобуки. Ну, даже не просто квадратные, а именно вот такие небольшие, потому что они небольшие, но при этом при хорошей верстке в них достаточно много всего можно вместить. На первом фотобуке давайте просто полюбуемся прекрасными мальчиками, а потом на следующих фотобуках поговорим о музыке. Тут просто полюбуемся ребятами. Поскольку камбэк был уже некоторое время назад, и я уже даже не знаю, что насчет него говорить. Хотя у меня это проблема с любыми камбэками, с любыми распаковками в целом. Я не знаю, что о них говорить. Но здесь так много фотографий, на самом деле. Не три-четыре, знаете, как обычно, а побольше. Они такие яркие. Жалко, что они не на настоящей улице, не на настоящей природе, а в локации, декорации, но всё равно ярко и прикольно. Этот контраст, когда у ребят сначала выходит что-то в горячей тематике, такой прямо разрывной, а потом что-то такое типа миленькое, радужное, эмоциональное качели, на которое мы согласны. Как в прошлом году был альбом Face the Sun с заглавкой Heart, и репак этого альбома с заглавкой World. Как и в этом году, сначала у нас был FML с заглавкой Super, который был прям мощный. И вот этот альбом, Seven in Heaven, с заглавкой Gods of Music, кидают нас. Из концепта в концепт. То миленькие, то горяченькие, но такие они и есть. Мне очень нравится, что здесь есть много маленьких вот этих таких кадриков, потому что они, даже несмотря на то, что маленькие, они всё равно есть, и это прибавляет количество фотографий на мембера. Ой, вот эти классные фотки с дымовыми шашками. Я смотрела Джекет Фильм, как они снимали все эти 3-4 фотосессии ещё для карат-версии. У меня, кстати, нет карат-версии в данной распаковке, и в целом я получу её, наверное, слишком поздно, чтобы был какой-то смысл снимать на неё распаковку, потому что я заказала её в шопе, который работает довольно-таки медленно. Но в этот раз я не хотела много платить денег за альбомы, потому что я в таком ресте, мне нужно копить деньги на кое-что, и поэтому я решила сэкономить и взять карат-версию не с Джум, а через шоп. Зато у меня гарантированно будет версия Минхала, и это дешевле, чем с Джум. Но данный альбом я всё-таки заказала с Джум, как обычно, потому что я не хочу ждать долго, если через какие-то шопы, и не хочу участвовать в никаких подборах, потому что я в себя не верю, я верю только в бога рандома, в себя нет. Очень классные ребята здесь, такие радостные. И, кстати, бумага такая приятная. Ой, какой прекрасный Минхал. И здесь вот эти всякие ковры вязаные, и в целом их стиль такой хиппи. Ну, очень даже подходит к тематике данного альбома, конечно же, поскольку это такая фестивальная тематика, это фестиваль. У нас и во вложениях есть браслетик на руку, когда вы попадаете на какой-то фестиваль, где вам дают такой браслетик. Вау, цветочки вязаные. Прикольно. Думаю, наверное, этот по концепту будет мой самый любимый, потому что он такой яркий, и более или менее типа на природе. А это... Такие яркие концепты, на самом деле, радуют в ноябре. Всё, у меня закончились темы для разговоров. Но и фотобук сейчас уже скоро подойдёт к концу. Вот мы здесь уже на Сенкване. Вернон. Мне прям даже нравится и стиль. Он местами, конечно, странный. Но что? Странный стиль, это... В этом что-то есть. Иногда проскальзывают мысли стать горской сумасшедшей. Вот одеваться вот так вот странно как-то. Ну, здесь ещё нормально. Так. И... О, и общая фотография, и благодарности. Вот такой вот фотобук. И давайте смотреть вложение в нём. Это лирик-постер. Ладно, да, про песню поговорим в следующем фотобуке. Seventeen Heaven. Трек-лист. S.O.S. Полностью английская песня с Marshmallow продюсирована. Так, здесь Imagishin. Diamond Days. Вот такая вот картинка прикольная. И здесь песни по юнитам. Back to Back. Песня Performance Finita. Monster Hip-Hop Unit. И Hop-Hop Это Vocal Unit. И Headliner. Так, и также инструментальная версия Gods of Music. Да, вот такой вот лирик-постер. Дальше плакат. Я надеюсь, он будет с общей фотографией, чтобы я могла его повесить на стену. Вау! Он даже такой, как будто бы небольшой. А, хотя нет. Такой же, как и FML, но с общей фоткой. И я обязательно повешу его на стену. Потому что для Seventine это прям, мне кажется, редкость иметь общий плакат. Ого! А что здесь? Ладно. Здесь лежит диск. Причем очень прикольно. Я сначала думала, что это диск болтается. Но нет. Он хорошо погружен вот в эту штучку. Она мне кажется пластиковая. Либо А, нет. Возможно, бумажная. Вот такой красный диск. Здесь посерединке есть значок Seventine прямо на коробке. Очень прикольно. Хорошо так держится. Я бы хотела его вытащить, посмотреть, но А, все, хорошо отлезает. Прикольно. А, это такая вот штучка. Вокал Тим мне попался. Ужи, Жанхан, Джошуа, Дагиом и Сенкван. Вот такие штучки. Я видела в ТикТоке, что кто-то кладет их в такие файлики и использует потом как брелки. А что с ними делать надо? Я прям не представляю. гирлянду могу сделать из них. Не знаю, зачем это надо. Я потом с этим разберусь. Потому что кроме этого видео в ТикТоке, что из этого делают брелки, я больше не знаю, для чего они нужны. И тут даже ничего не написано. Ладно. Окей. Приму к сведению. Прикольные штучки. Посмотрю, что с ними можно будет сделать. Так, и давайте смотреть вложения в данном альбоме, какие мне попались. Для начала у меня вот здесь торчит вот этот вот как раз таки браслет. Он такой прямо бумажечка, бумажечка. Здесь, наверное, клеевая часть. Можно снять и надеть себе. И вы все. Вы на фестивале 17 in heaven. Здесь написано имена участника названия альбома и октябрь 23-го года. Ну, сейчас, конечно, уже ноябрь, но ничего страшного. Смотрим стикер. О, он такой большой. Верно. Окей. Верно так. Верно. Вряд ли буду их прям собирать. Либо оставлю, кто мне выпадет, либо, не знаю, придумаю, что будет с этим делать. И далее три карты вот таких. Вот это, скорее всего, концепт behind карта. Да, блин, Макне, вы... Окей. Сен-Клан очень будет гармонировать у меня с предзаказкой Сен-Клана Revers. Вот так вот мы и будем с вами, ребята, располагаться в биндере. Да. Спасибо, Сен-Клан, я тоже тебя очень люблю. Так, и какие у меня селфи попались в данном альбоме? Я поняла. Вопросов больше не имею. Верно? Ну, какие карты красивые, такие яркие, и просто замечательные. Вот такой вот у нас Верно. Задники не очень интересные, чисто голубые такие, но вот эти карты, этот концепт прям замечательный. И вторая карта... Ой, я уже лицом ее показываю. И здесь Уджи! Какой хороший. Замечательно. И задник точно такой же. Вот такой Уджи. Ну, мне прям нравятся эти фотографии, эти карточки из данного концепта. Так, вот такой был у нас первый адбум. И давайте смотреть второй. И здесь сдутые шарики. Так, да, здесь, в принципе, все то же самое. Кредиты именно участников, поэтому давайте сразу откроем. Эта обложка менее подвижная, чем предыдущая, но мне прям нравится вот этот вот шарик, который надувается и сдувается. здесь немножечко по-другому сделан, но в целом суть та же. Старт, финиш и по песенкам лабиринтик идете. Здесь такие акула, воздушные змеи. Так, открываем. Это так прикольно, можно даже хранить что-нибудь, если бы у меня было больше копий, чем одна. Так, сейчас сразу еще вытащу всю начинку. И давайте смотреть фотобук. Здесь, наверное, да, вот этот концепт. Вау, такие полароиды. И в предыдущей версии мы шли прям по порядку, как они у нас стоят в группе. А здесь, наверное, рандомный какой-то порядок. Начинаем с Мингю. Тут они собираются на сам фестиваль, так что, возможно, это была первая версия. И да, тут написано Get Ready With Me, то есть собираешься со мной. И вот ребята выбирают, в чем же им пойти на фестиваль. Примеряют на себя разные образы. Очень мне прям нравится вот эти много фотографий в данном альбоме. Это прям прикольно. Вау. Ну, давайте вот чисто ради интереса, да, если обычно идет 3-4, то здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десянадцать, тринадцать. Да, тринадцать фотографий. Да, еще там даем. Вау, он здесь такой рок. тоже прикольные фотосессии, как будто бы даже ненаиграные, да, как будто действительно собираются, одеваются и их так между делом решили еще пофотографировать, дурачиться, в общем. Хоши. у него здесь такое лицо недовольное на этой фотографии. Ну, я слишком сильно люблю Seventeen, поэтому для меня чем больше фотографий, тем лучше, и мне все нравится в данных альбомах, и дизайн вот этой коробочки прикольный, и то, что много фотографий. Ладно, давайте поговорим про песни. Когда вышел сам альбом, точнее, даже когда он еще не вышел, когда скидывали инструменталки к каждому треку, мне сразу показалось, что заглавка данного альбома и Маги Шин, она имеет прям жесткие вайбы ворлд, очень похожи и по тематике тоже, и повторяет, как и в прошлом году, сначала такая мощная песня, а потом такая софтик. Но в этом ничего плохого нет. Seventeen справ... Seventeen справляется с любым концептом, какой бы им ни дали, у них все получается замечательно. Так что данный альбом мне понравился, но я не сказала бы, что я прям вау, в восторге от него, но я в целом давно не испытывала вау-эмоции от каких-то альбомов, отдельно от треков может быть, от альбомов не знаю. Когда альбом еще только вышел, наткнулась на такой комментарий, девушка сказала, что раньше было лучше, в том плане, что до того, как Seventeen присоединились к хайпу, у них была другая музыка. И, наверное, я могу согласиться с этим, то есть старые релизы Seventeen мне нравятся больше, чем релизы, начиная с Face the Sun, как раз таки эра, в которую я пришла, но при этом она не является моей самой любимой. У старых эр более мне подходящий вайп, наверное, чем у новых. Мне вообще не важно. Как я и сказала, люблю Seventeen, выпускайте что хотите, когда хотите, в каком хотите объеме, я вообще, я все, я все. Но это всегда прикольно, когда твоя любимая группа выпускает какие-то новые песни и теперь тебе есть что послушать на целых шесть песен больше, или сколько здесь было песен, формулирование мыслей, это не мое. Я могу просто показывать красивые картиночки и говорить вау, какие красивые мальчики, но связанный текст, нет, это не про меня. Так, если я не буду отвлекаться на картиночки и просто попытаюсь что-нибудь говорить, SOS звучит здорово, классно, она еще полностью на английском языке, за счет этого прямо замечательно можно ей подпевать, так как подпевать английским песням легче, чем корейским, хотя и корейский язык меня не останавливает. Ой, ну какой мальчик. Про заглавку не буду ничего говорить, уже в принципе сказала, что она яркая, такая, клип прикольный, но в нем, конечно, много спецэффектов, вот эти шары летающие, но тематика песни, такой вайп от нее, очень здоровский, и мне очень нравится, когда все убегали в конце, а Уджи повернулся к камере, и кто-то из ребят оставил комментарий, мол, это же Уджи, бог музыки, да? Да, мы согласны, Уджи, бог музыки. Он в эту эру прям хорош, прям его эра это чувствуется. Далее, следующая песня это Diamond Days, у которой жесткие вайбы каких-то старых песен, но за счет вот этой повторяющейся строчки, которая была в песне, в общем, в одной из самых первых песен Seventeen. Следующие три песни, это песни как раз-таки по юнитам, back-to-back перформанс юнита, не скажу, что вот она мне прям как-то зашла, она звучит слишком, слишком перформанс, идеально подходит для данного юнита, но не совсем подходит под мои вкусы. Следующая песня Monster, хип-хоп юнита, которую, наверное, многие считают одной из самых лучших в данном альбоме, потому что она действительно классная, она качает, она подходила, залетела точно в тематику Хэллоуина, ну и в целом звучит здорово, не знаю даже, что про нее еще сказать. Следующая песня Ха-пум, я знаю только ее корейское название, потому что я слушаю ее на ютуб-музыке и там у нее только корейское название, я честно не знаю, как она называется на английском, мне не понравилось. Слишком медленно, слишком грустно, но потом в целом я к ней привыкла и уже все хорошо, уже я спокойно слушаю ее, она меня никак не раздражает. И последняя песня это Headliner, тоже мне прям безумно понравилось, и я думала, что возможно на него выпустят как раз таки лайв-клип, как они обычно делают, как в FML, например, делали с песней April of Shower, но они не выпустили. Зато они выпустили на Diamond Days. Ну ладно, как-то не пошло по моей логике, но может еще выпустят. Вот это такие прям ретро-вайбы какие-то. Прикольно. Вау. Так, и последнее, что было в данном альбоме, это инструменталка Imagi Shin, которая действительно заслуживает отдельного места, заслуживает того, чтобы находиться в альбоме, ее слушали как самостоятельное произведение, без слов, чисто инструментал звучит, потому что прекрасно. Мне так нравится, что у них у всех такие вязаные кофточки. Я вот а я, кстати, вязаную кофточку не надела не потому, что они в ней, а потому, что я хотела надеть что-то голубое, а у меня не особо было чего-то голубого. Вот, но мы как-то мэтчимся с ребятами. Так, у нас здесь UG. Ой, тоже вязаный. Прикольно. Так, и благодарности. Вот. Все. Давайте смотреть, что у нас по наполнению. Значит, лирик-постер такой же, но здесь другие цвета и другие картинки. Акула. Вот. Такие вот. Далее смотрим плакат. Наверное, он такой квадратиком с каждым человечком отдельно. Ого! Да, здесь каждый человечком отдельно, но это типа калаш. Ребята, молодцы, постарались в этот раз. Вау! Теперь мне придется думать. Ну нет, наверное, все-таки тот плакат повешу. Не знаю. Блин, прикольно. Хорошо, что они в этот раз не просто делали квадратиками отдельно лица, а чуть-чуть покреативили. Молодцы. Здорово. Прекрасный плакат. Такой голубой, но не голубой. Это что-то типа морской волны. Ай, черт с ними, с этими цветами. Давайте посмотрим, какие штучки у меня попали здесь. Там был вокал юнит, а здесь у меня перформанс, а, может они тогда, надеюсь, там будет хип-хоп юнит. Здесь у меня перформанс юнит, вот такие вот хоши, джун, Минхам и Дина. И давайте смотреть наполнение. Какие же штучки прикольные мне попались в данном альбоме. Вот такой вот браслетик. А, вспомнила, это бирюзовый цвет называется, да? Вот, такой бирюзовый цвет, такой браслетик. Смотрим, с кем у меня стикер. Мингю. Мингю? Да, Мингю. Блин, вот эти прикольные, они такие в рыбьем глазе, так что это прям здорово, прикольно. Далее смотрим карту behind. Кто это? Дай гем! Прикольно, тоже в вязаной рубашке. Прикольно, блин, мне прям все нравится. Так, карта номер один у меня. Да, верно, ну, ема, верно, бже, я же так никогда в жизни не обменяюсь на своих бясов. Ну, какие вязаные кофточки у них симпатичные, прям здорово. Так, и вторая карта. Мингю, понятно. Ладно, Мингю, с тобой еще можно что-нибудь половить. Мужчина, какой шикарный, обожаю. Мингю, вообще, прям, лучший. Вот такое наполнение у меня было в этом альбоме. И переходим к следующему, к последнему на сегодня. Здесь приятный сиреневый цвет. Вот такая вот картинка смешнявая. 17 Heaven. За счет того, что я совершенно забыла, что данные альбомы могут так делать, то это оказало на меня просто вау-эффект. Мне все очень понравилось. И давайте открывать. Ей, тут вот такой темненький лабиринтик. Также старт, финиш, название песен данного альбома. И открываем. Наполнение. Ой. это где? Просто в тех двух наполнения лежало в самом начале, а здесь его спрятали. Погнали наш последний фотобук. Вот такой здесь черный. Вау, мы начинаем с Мнехала. Я особо не люблю прям такие темные концепты, потому что в них ничего еще и не видно. они такие прям как будто на какой-то вечеринке. А, это наверное что-то типа автор пати. Это верно? Верно? Ладно. Окей. Значит, я обо всем поговорила, поэтому давайте просто снова смотреть на прекрасных мальчиков, потому что мне кажется мне лучше вообще не разговаривать ни о чем. Просто показывать. Но вот в этой версии меньше фотографий, у них нет никаких дополнительных вставок, и получается что здесь раз, два, три, четыре, пять фотографий на мембера. Пять фотографий на мембера, в отличие от тех типа около тринадцати. И Мингю здесь видно живот. Вы че, ребят? Как насчет софт концепта? Я вначале так распиналась, что мы здесь с вами все софтик. Ну, у них классные образы, и в целом фотографии прикольные, видео прикольные, кстати, с Джекет фильм, с этими, как они снимали данные фотосессии. фотосессии. Но в формате фотобука не знаю. Ой, это так прикольно. У него звездочки в глазах, блики. Как прикольно. Может, я их вот так вам буду показывать поближе? Давайте попробуем. Ого! Здесь такая прям типа в полный рост, до половины эскупсика отрезана. Ничего, ничего, мы справимся с этим. Для самого себя, для просмотра, типа когда ты можешь поднести вот так вот близко к лицу, это неплохо. Но вот так вот издалека вам, наверное, плохо видно. Еще и ламп бликует из-за того, что такой темный фотобук. Я смотрела выступления ребят на форуме ЮНЕСКО. Там они выступали с World, Darling, Headliner. И в конце они спели английскую версию песни Together. Очень прикольно, здорово. Это так прикольно, они были все в пиджачках, практически выглядели как ноу-мейкап. Солидные мужчины. Да, ну, не знаю, какая версия моя самая любимая, потому что в первой и второй фотографии побольше, они посветлее, а первые еще типа с закосом на природу, а эти такие слишком темные, но они такие ламповые. Да. У меня уже рукавы устало листать эти фотобуки. Севентин, пожалуйста, можно в следующий раз две версии, только не три, у меня руки устают. Ой, ну какой красивый Сен-Клан. Сен-Клан, ну хотя бы в селке выпади мне, еще только в бехайндах. О да, я забыла показать все остальное наполнение, кроме рандомок. В общем, здесь такой темный лирик с черно-сиреневыми цветами, фишечки, как и ожидалось, с хип-хоп юнитом, и тут есть общий плакат, который в целом симпатичный, но как будто бы у него что-то не так с перспективой, но круто, когда общая фотка. Здесь сиреневый браслетик, ну какая же эта прям тоненькая бумажечка, я даже не знаю, что с ними делать, возможно, как-нибудь использую для декора биндера, не знаю, либо просто вот так вот повешу на комнату, на стену. Давайте смотреть стикер. Хоши, спасибо, Хоши, Хоши я оставлю. У меня как раз-таки вот сейчас на стене висит Хоши из Бусаксун Second Wind, Second Wind, походит. И теперь я рядом повешу такого Хоши. Я обожаю Хоши, делайте со мной что хотите, я просто вот прям, ну, люблю этого человека, карты его собирать, ну, точно нет, но стикеры можно. Так, смотрим Behind карту, такой у нее темно-синий задник. УДЖИ сегодня, уже второй раз мне попадается. Смотрим первую ссылку. В ФМЛ мне во всех трех версиях альбома попался Дагем, а в данном альбоме Вернан решил попасться. Вернан, то, что у вас с Дагемом день рождения в один день еще ничего не значит. Так, и давайте посмотрим вторую карту. Вану! Вану! Я сначала посмотрела, подумала, ну, все, сегодня без ссылок своих биасов, а потом такая, а, стоп, это же Вану, Вану! Огромная благодарность Ванулику за то, что мне выпало, спасибо! Мне теперь на одну карту легче собирать. Вау! Прикольная, кстати, карта, такая, фотография, он сфоткался в зеркало. Ну, все! Ну, мне выпал Вану! Ну, ну, спасибо, Вану! Замечательно! Сейчас я все выложу, все, что у меня сегодня появилось, вернусь к вам. Так сказать, добрый вечер всем, кроме Вернона. Вернон, мне выпал в предзи Виверс, выпал мне в стикере в этом же концепте, в этом же концепте он мне выпал в селке, и в других двух концептах альбомах тоже мне выпал в селке, то есть он выпал мне практически везде, где можно было, за исключением, если бы он еще здесь вместо Дина мне выпал в магнитики. Разумеется, здесь вообще ничего нету с Минхао, но я не сомневалась, что такого нет. Мы, ну, с Минхао, видимо, не созданы друг для друга. Я даже не знаю, что сказать. Ну, мне очень нравятся карты, они прям яркие. Я, когда смотрела виш-лист полностью, я сначала подумала, что как-то скучно выглядит. Но я вот сейчас смотрю на их вблизи, они прям классные, прям все хорошие. Ну, уверена тоже, если что. Я не хочу уверена, просто я чисто физически не могу собирать всех 13, мне приходится ограничиваться хотя бы тремя. Вот, поэтому понятно, что половину из этого я оставлю себе, а что-то попробую поменять. Ну, это как удивительно, в FML мне во всех трех альбомах выпал догем, а здесь во всех трех альбомах выпал верно, ну, просто отогем, отогем у меня в трех штучках, в преде, в магните и в одной мини-карте. Я даже мингю сегодня выпал. Ну, и, конечно, спасибо, ванулик, что сам выпал мне в карте. Редко такое бывает. В общем, я думаю, на этом можно завершать мой видеоролик. Если вам понравилось, то вы можете поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые распаковки. Можете написать в комментариях, заказывали ли вы этот альбом, пришел ли он вам, кого вы собираете и так далее. Буду рада почитать ваши комментарии, пообщаться с вами. Также можете подписаться на мой телеграм-канал и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok